Всем привет! Вы находитесь на канале RealFraudStory. Сегодня у нас необычный выпуск. Я не знаю, с чего вдруг, но я вдруг захотел стать техноблогером и снять для вас обзор на наушники. Просто люблю покупать всякую хрень на всяких странных сайтах. И сегодня у меня двое наушников на обзоре, которые я еще не открывал. Специально для вас приберег. Смотрите, одни из них это Edifier X5 Pro. Не знаю, есть ли они в России, но у меня они здесь есть. И поэтому мы с вами их протестируем. А вторые это Oppo EncoBuds 2 Pro. Очень любопытно, какое же качество они смогут дать, качество звука. Начнем давайте с Oppo. Интересно. Я думаю, что кому-нибудь, возможно, это будет интересно. Мне вот точно интересно. Давайте. Начинаем с распаковки. Запаковано. Не сложно. Из таких наушников у меня были только... Ну, кстати, Huawei у меня были. Какие-то наушники. Ну, и Apple AirPods, разумеется. Pro, обычные, все были. Будем сравнивать с ними. Так, открываем. Все выглядит достаточно стандартно. Тут какая-то хрень. О, сразу куча накладок всяких. Так, книжечка. В принципе, короче, ничего интересного. И сама коробочка с наушниками. Наушники мы открываем. Что-то тут горит. Видимо, подключаются они через вот эту коробочку. Так же, как и AirPods. Инструкцию мы читать, конечно же, не будем. Наушники прикольные. Вот здесь, кстати, пленочка такая наклеена. Поэтому, скорее всего, они не заряжены. Плёночку эту снимаем. И втыкаем сами наушники обратно. Купил я их за, получается, 40 долларов. 40 долларов они стоят. За эти деньги они должны звучать вообще потрясающе. Давайте посмотрим, смогу ли я их тут найти. Да, вот сразу. Не знаю, видно ли будет вам или нет. Как мне сделать, чтобы было видно. Но они появились вот здесь в списке. Опа. Попробуем к ним подключиться. И протестируем звук. Для этого же мы их и покупали. Честно, очень интересно прям. Ну, в ушах они сидят достаточно приятно. Вообще, очень хорошее шумоподавление. Ничего не слышно. И так звук пошёл. Мне есть с чем сравнить. У меня есть очень хорошие наушники Huawei FreeBuds Studio, которые очень хорошо играют. Есть всякие студийные наушники, поэтому тут... Будет с чем сравнить. Ну, звук прям... Прям ничего такой. Эти деньги он точно стоит. Даже вообще без сомнений. Так, давайте послушаю треки более интересные. Ну, наушники прям... Прям хорошие. Удивили меня, честно. Честно, не ожидал, что они будут такие за 40 долларов. Вообще, ничем не хуже, чем AirPods Pro. Класс, 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 класс. Прям... Прям... Молодцы, ребята. Втыкаем их обратно. Опа! Enco Buds 2 Pro. Рекомендую к покупке. Класс. Очень понравились мне. Коробку всегда на выброс. Крем всю можно будет выкинуть. И давайте перейдем ко вторым. Edifier X5 Pro. Edifier у меня есть колонки для компьютера, поэтому я думаю, что эта фирма тоже должна быть хорошенькой. Коробочка у них посолиднее, такая прям вся запечатанная. Надеюсь, я смогу ее открыть без проблем. Открываем. Такие они тяжеленькие. И выезжает вот такая штука. Что это прям копия AirPods'ов. Здесь у нас сразу посмотрим. Какая-то книжка. Кабель. Да, вон видно штучки для ушей. Еще какая-то хрень. А, нет. Уголь какой-то там. Чтобы не... случилось ничего с ними. Там впитывающую влагу. Тут пленка у нас прямо по курсу. По всему корпусу. Ну и сами наушники. У всех пленочки. Смотрите, какие. Видно вот тут. Заклеенный. Ну, дизайн ничего. Симпатичный. Ну, как будто бы они севшие. Вот Edifier я не вижу, чтобы прям были такие, что я смогу их прям сейчас включить. Ну, сейчас посмотрим. Тут, конечно, то, что я пленку убираю, это вообще бессмысленно, потому что это ничего нам не дает. Так. Вставляются они не так приятно, как могло бы быть. Да, вот моргают они. Моргают, как будто бы, в принципе, может быть даже и готовы к тому, чтобы я их подключил. Да, да. Вот нашлись они. Edifier X5 Pro. И уже подключил я их. Давайте тестировать. Так, в ушах сидят точно так же, как те. Блин, точно так же, как Oppo сидят в ушах. И звук. Звук, звук, звук. Протестируем. Ладно, давайте другой трек. Ладно, давайте другой трек. Кайф, конечно. Классные тоже. Вообще прикольные. Ну-ка, на этом треке интересно. Ну-ка, на этом треке интересно. Это единственное, у них какая-то громкость как будто меньше, чем на Oppo. На Oppo как будто бы вообще звук можно прям, ну там как будто бы вообще такая громкость из них прет. А вот на Edifier поменьше мне понравился звук. Но в любом случае это охренеть. Эти наушники стоят, блин, тоже 40 долларов там. Ну, эти, кстати, может быть 50 стоят. Но как они играют за эти деньги, это охренеть. Сейчас я еще раз, оппа. Послушаю. Интересно. На этом же треке. Блин, ну, сейчас послушал еще раз. И, на мой взгляд, Oppo выигрывает. У Oppo поприкольнее звук. Сам. Какой-то более чистый и все равно мощненький такой. Но и Edifier тоже классные. И Oppo классные. То есть, ну, допустим, если бы я себе выбирал какие-то из этих наушников, я бы мог бы купить и те, и те. Но поскольку и те, и те у меня, грубо говоря, на тесте, то я бы вам рекомендовал, конечно, покупать Oppo. Потому что они подешевле даже. И, а звук? Кайф. Ну, сколько это в рублях они стоят? Там ориентировочно до 4 тысяч рублей и те, и те. Ну, блин, это класс. Класс. Рекомендую, если вы смотрите этот обзор и сомневаетесь, покупать ли, допустим, наушники Oppo, я прям рекомендую. Классные. Класс. Спасибо всем за внимание, кто посмотрел этот обзор. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Еще больше нестандартных и интересных видео. Ждите в будущем. RealFraudStory с вами был. Всем пока.